Знания, навыки, смекалку и сноровку пришлось проявить участникам 10 команд, учащимся 4-х, 8-х классов 28-й школы. С интересом и азартом ребята сначала готовились, а потом и показывали свои знания в игре «Экстрим». Это разработка Дома детского и юношеского творчества под руководством Любови Веричевой. Взяв за основу тему безопасности жизнедеятельности, педагоги Дома творчества и театральной игровой мастерской клуба «Тим» создали познавательный курс в виде игры. В пробной игре были задействованы ребята из Дома творчества. Теперь они выступают в роли арбитров, которые проводят игру и оценивают учащихся. Дети, которые приготовили эту игру, достаточно долго над ней работали, готовили в течение двух месяцев. Много вопросов сами подготовили, жизненные ситуации обрабатывали, игры подготовили. Дети, которые готовили эту игру, сами досконально знают эти вопросы гражданской защиты и безопасности жизнедеятельности. Мы взяли за основу безопасность в школе, безопасность дома, когда-то один дома, электробезопасность, пожарная безопасность, безопасность в чрезвычайных ситуациях природного характера, безопасность в местах массового скопления, ну и другие. К игре ребята готовились меньше двух недель. Помогали учителя и родители. И сегодня они уверенно отвечают на вопросы и справляются с заданиями, понимая, что эта игра несет собой важную роль. Об этой игре мы еще заговорили в прошлом году, ну созрели и вот теперь они готовили вопросы, а наши дети штудировали ответы. Я думаю, все знания, которые дали им учителя, их родители в первую очередь, родственники, ну может они и СМИ получили, они сегодня должны показать. А если что не так, будем дальше штудировать. Самое главное, чтобы у них все получилось и желаю им ни пуха, ни пера. Мы искали ответы на вопросы в интернете, мы читали дополнительную литературу, искали тоже вот везде. Нам очень интересно узнать, потому что наша жизнь, в наших руках нам надо знать, чего надо предостерегаться, чего бояться, что можно сделать в таких или иных ситуациях. На каждое задание отведено 7 минут. За это время команды должны ответить на все вопросы по конкретной теме и найти выход из предложенной ситуации. Что-то получается, что-то не очень. Но будучи увлеченными одной целью, мальчишки и девчонки, может сами того не осознавая, получают драгоценный опыт. Игра очень увлекательная, интересная. В первую очередь понимаем, что это игра познавательная и в дальнейшем она пригодится нам в жизни. Мы уверены, что ребята получили очень хорошие знания по основам безопасности жизнедеятельности. Они защитили свои знания и в классном уголке этой команды будет висеть вот такой сертификат. Уметь правильно ориентироваться в непредвиденных обстоятельствах. Оградить себя, а может и близких, от трагедии. Это главное, к чему стремились организаторы игры и учителя. Группа быстрого реагирования. Такие дипломы получили участники игры, подтвердив свои знания. Они показали хорошие результаты, а значит увереннее будут чувствовать себя в окружающем мире.